Утро от первого, мы на месте. Тринамент заработал, вручили в эту сколу, вылезли. Из-за принят, уезжаем. Из пропавшего без вести в подозреваемые. В Шемкенте 9-летний мальчик возвращался домой со школы. К нему подошел молодой мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. Делая вид, что набирает номер, злоумышленник сначала отвернулся, а после убежал с соткой ребенка. Произошедшее попало на камеру смартфона одноклассника. Полицейские незамедлительно приступили к розыску. Проследив маршрут движения подозреваемого по камерам видеонаблюдения, оперативники установили и задержали его перед одним из торговых центров. Видимо, там он намеревался продать гаджет. Оказалось, что подозреваемый до совершения этого преступления три дня находился в розыске, как без вести пропавший по заявлению родственников. Смартфон он сбыть не успел. Гаджет изъяли, вернули владельцу. Полиция предупреждает. Жатыми грабителей могут стать дети. Злоумышленники могут просто вырвать гаджет из рук ребенка. Поэтому родителям рекомендуется провести с детьми профилактическую беседу о том, что не стоит выставлять гаджет на показ на улице и в общественных местах. Это провоцирует злоумышленников на легкий способ завладения чужим имуществом. Эту видеозапись в редакцию программы «Экстренный вызов» прислали телезрители. ДТП произошло на пересечении улиц Шакпак и Алибекова. По словам свидетелей, водитель ВАЗа решил повернуть налево со второй полосы. В это время сзади двигалась еще одна автомашина. На перекрестке произошел удар. Пострадавших нет. В деталях ДТП разбираются правоохранители. Полицейские задержали 31-летнего иностранца, который 9 лет находился в международном розыске. Гражданин России был объявлен в розыск за совершение преступления в 2014 году, связанного с незаконным хранением наркотических средств. В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции города Кентау установили местонахождение разыскиваемого преступника. Он водворен в ВВС. Выясняются все обстоятельства. В настоящее время решаются вопросы его экстрадиции. Полицейские изъяли обрез у пассажира машины в Туркестанской области. В ходе отработок на территории Тулебийского района полицейские остановили автомашину марки «Деонексия». При осмотре авто оперативники обнаружили на заднем сидении и изъяли у пассажира обрез 12-го калибра. Стражи порядка доставили молодого человека, местного жителя, водил полиции. Назначена экспертиза. Дан факт зарегистрирован по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасы, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства. В Туркестанской области задержали иностранца, который пытался пронести наркотики через границу. В Сарагашский районный отдел полиции поступило сообщение с пограничного контрольно-пропускного пункта Жибекжолы. Служебная собака по кличке Флора учуяла наркотики у иностранца, пересекающего границу из Узбекистана в республику Казахстан. При обыске у 36-летнего гражданина Таджикистана в кармане брюк нашли наркотическое вещество. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось гашишем. Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. Быстрая реакция гвардейцев спасла жизнь девушки в Шемкенте. Она потеряла сознание на улице. Военнослужащие оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и передали ее в руки медиков.